Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и вы слушаете подкаст Beats and Cords, в котором музыканты рассказывают о том, как они сочиняли и записывали свои песни и треки. Сегодня москвич Сергей Сироткин расскажет о своей песне «Выше домов» с его прошлогоднего EP «Эхо парк». Совсем недавно, в начале весны, на песню вышло видео. Кстати, Сироткин скоро играет концерты. 12 апреля в Санкт-Петербурге и 13 апреля в Москве. Привет! Меня зовут Сергей Сироткин, и я часть проекта Сироткин. Сегодня мы с вами поговорим про песню «Выше домов». Песня «Выше домов» для меня началась с моего увлечения сериалом «Stranger Things». Один из аспектов, который меня покорил в этом сериале, это была музыка. Мне показалось, что это очень крутое. Ну и, в принципе, не сказать, чтобы сложно придуманное сочетание старинной винтажности во всем, что там происходит, во всех мелких деталях и синтетической, жирно-аналоговой музыке, которая одновременно и современная, и, конечно, с таким ретро-налетом сделанная. Вот, насмотревшись, наслушавшись этой музыки, я придумал синтезаторный луп, с которого она начинается и вокруг которого выстраивается. А потом уже, имея и слушая этот луп, я думал, как к нему подойти с точки зрения вокала, как из этого сделать песню. Потому что у меня треки обычно имеют, скорее, песенную структуру, чем что-то электронное. Это виртуальный синтезатор, который сделан так, что там засемплированы настоящие волны, сэмплы из старого, очень старого, редкого синтезатора Apollo, а потом всякие фильтры, эффекты, модуляции, это все уже цифровое. И мне показалось, что, при том, что он все равно на 80% цифровой, что-то в нем такое необычное есть. По крайней мере, в звуках, которые уже там настроены. То есть понятно, что практически из любого виртуального синтезатора можно накрутить примерно похожие, но меня вдохновило именно то, что там было в пресетах. Постепенно я придумал вокальную мелодию, наверное, потом текст, по крайней мере, часть текста придумалась, и уже потом сел за аранжировки. Барабанчики и басы, все прочее. Я, скорее всего, знаю, в каком порядке это было сделано, просто потому что у меня процесс плюс-минус одинаковый с точки зрения построения трека. То есть это был сначала синтезаторный луп и аккорды гармонии, которые этот синтезатор играет. Потом поверх этого я стал придумывать вокал. Скорее всего, сначала были куплеты, потом припевы. Может быть, я делал все это с перерывами на гитару, то есть я все то же самое старался воспроизвести на гитаре и петь. Не знаю, потому что мне так привычнее. У меня в голове песня — это что-то, что я играю под гитару. А потом, имея вокал и вот эту основную синтезаторную линию, я думаю, что стал придумывать барабаны, потому что я наслушался у всяких продвинутых людей, что ритм-секция — это самое важное в песне. Поэтому мне важно проработать барабаны и бас, прежде чем браться за более мелкие, незаметные украшательства. Да, я все один записал, придумал, но сводит и мастерит этот другой человек — это Андрей Рыжков. Дело в том, что я начал писать музыку один. Я думаю, что самое естественное, что пробует делать человек, когда он один пишет музыку, это сесть за свой обычный рабочий стол, за ноутбук и что-то попробовать накидать в программе. Вот в моем случае было точно так же. Но при этом я уже умел играть на гитаре и немного пел, и поэтому я купил недорогой микрофон, звуковую карту, попытался с этим всем разобраться и что-то начать записывать. И вот из этого все развивалось. То есть я просто писал больше и больше треков, какие-то из них стали удачными, дошло до первого релиза. Но с того момента я никогда не менял, собственно, процесс. Он остался таким же. Я пробовал и один ездить в студию, чтобы записывать гитару и вокал. И мы пробовали с группой записываться в студии, но результаты и там, и там пока получались хуже. Акустическая гитара – это моя сейчас единственная акустическая гитара, на которой я все играю и на концертах, и на записи. А Reverent – это бренд гитар, недорогой, но клевый. Это американцы, которые делают свои гитары в Корее, чтобы они были дешевые. Но при этом это не, как это часто бывает, копии Гибсона, Фендера и прочих известных брендов, а они все-таки делают что-то такое необычное с точки зрения и дизайна, и звука. И мне она очень нравится. А будучи левшой, мне вообще очень непросто найти интересную гитару. Это либо стоит баснословных денег, либо это не очень хорошая гитара. Поэтому мне очень повезло, что я эту нашел. Там живой бас, живые гитары и вокалы, все остальное виртуальное. И очень интересно, что бас в этой песне и в некоторых других – это та же самая электрогитара Reverent, которую я потом просто в Эбблтоне одной крутилкой переключаю на октаву вниз, и она становится басом. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так делал. Я хотел это сделать просто для того, чтобы понять, как примерно будет звучать бас. Но когда сделал, я настолько удивился, как это классно звучит. Мне показалось, что это прям как винтажный звук баса, которому 40 лет. И я и хотел добиться такого эффекта. А потом как раз, когда я отправил это все сводить Андрею, он спросил, слушай, а как ты этот бас-то записал, такой клевый бас? Я ему рассказал, что это гитара на октаву ниже. Он очень удивился. Construction, по-моему, он просто так и назывался, когда я его выгрузил, как сэмпл. Это такой онлайн-сервис, Splice. Ты платишь за него в месяц за подписку, и потом качаешь оттуда любые сэмплы, которые тебе нравятся. А там у них очень большая библиотека с удобным поиском. Я вообще вот, когда взялся за Эхо Парк, я первый раз стал делать что-то такое. Стал из библиотек накачивать сэмплы и пытаться их применить. Потому что я всегда как слушатель любил сэмпловую музыку, но постоянно у меня не доходили до нее руки. То есть я записывал гитару, записывал там синтезатор барабана, и думал, ну, вроде неплохо звучит. А потом я посмотрел много видео, как другие люди делают музыку, еще посоветовал с более опытными друзьями, и они рассказали, что как раз в этих мелочах часто кроются очень-очень важные аспекты и детали песни, которые делают ее живой. Особенно как раз это касается ритм-секции, когда ты делаешь виртуальные барабаны, то они звучат очень правильно, вылезанно и пустовато, наверное, и простовато. И вот чтобы сделать их немного более слоистыми, дышащими, интересно и полезно применять такие вещи. Я вообще очень большой фанат в музыке сэмплов дыхания или каких-то маленьких нарезок голосов, вот прям один слог или один выдох. Я у Муджуса это много слышал в его электронных треках, которые более на техно похожи. И мне это очень нравится, я у себя тоже пытаюсь такое применять. Бывает по-разному с разными песнями, но чаще всего песня довольно сильно меняется от того, какой я ее задумал и вначале пытался сделать, до того, какой она стала в итоге. Потому что я не профессиональный музыкант, и мне сложно аранжировку представить в голове. Я должен пробовать, слушать и много удалять, чтобы понять, что в итоге будет правильно. Обычно сначала заполняются дорожки, которые представляют из себя что-то вроде группы. То есть в группе должен быть басист, барабанщик, гитарист и, наверное, клавишник. Первым делом я записываю эти вещи. Потом, когда я слышу, что где-то не хватает по динамике, допустим, развития, вот начинается припев, и нужно что-то добавить, чтобы сильнее отделить его от куплета, то я пробую разное. То есть я могу записать три разных синтезатора или две разных гитары. И просто слушаю, и в процессе принимаю решение, нравится мне или нет. То есть у меня нет какого-то заготовленного плана. А вот эти вещи, как короткие шоты и дыхание, это добавляется вообще в последнюю очередь, как такие колокольчики, украшательства последние. И когда я уже понимаю, что больше не могу слушать эту песню, она мне очень надоела, и я дальше буду ее только ухудшать, а не улучшать, то это значит, что пора заканчивать. То есть в песне при этом может быть недостаточно дорожек, она может быть все равно еще пустой, но просто я больше не могу с ней работать. Я хочу прийти к тому, чтобы записывать вокал от начала до конца одним дублем. Но пока у меня не получается, хотя технически я в последнее время подтянул свой уровень пения, но все равно, когда ты пишешь новую песню, ты хочешь, чтобы вот каждая интонация в этой песне была не обязательно точной с точки зрения того, попал ты в ноты или в ритм или нет, а отражала то, что ты хотел в нее заложить. И поэтому я чаще всего пишу кусочками. Я пробую записать целый дубль вокала, мне это все абсолютно не нравится, я думаю, что я эту песню вообще больше записывать никогда не буду, потом беру себя в руки и начинаю писать маленькими кусочками этот вокал. А в последнее время я еще полюбил даблтреки, это когда ты одну и ту же вокальную партию пишешь несколько раз, я чаще всего пишу три раза, и потом у тебя есть один главный вокал, а два других ты делаешь чуть тише, разводишь чуть по сторонам, и получается такой странноватый хор из одинаковых голосов, мне он нравится. Я сейчас уже не вспомню, сразу была вокальная мелодия, такое или нет, но я думаю, что какие-то кусочки я в любом случае менял. Во-первых, просто, когда крутил этот луп, а во-вторых, когда я придумываю уже текст на русском, то бывает, что ритмически, количество слогов в словах не полностью повторяет то, что я придумал на псевдоанглийском языке, и поэтому приходится немножко менять. Обычно я придумываю одну или две фразы, которые мне кажутся удачными, и зацепляясь за эти фразы, я дальше выстраиваю, о чем они могли бы быть. Это все равно остается довольно абстрактный текст, у меня не бывает так, что песня — это прямо история, рассказанная от начала до конца. Потому что я не чувствую в себе таланта рассказчика историй. Скорее я могу за счет вот этих отдельных фраз и абстрактных вещей создавать настроение, передавать эмоции, которые я хотел заложить. Они все равно обычно основаны на каких-то конкретных переживаниях или мыслях, но я не хочу, чтобы это звучало как полноценный рассказ о моей жизни. Конкретно сложно сказать, о чем эта песня. Я могу сказать, какой я хотел ее сделать для людей. Это должна быть духоподъемная песня, которая должна служить для того, чтобы делать их жизнь чуть лучше и проще в моменты, когда им тяжело, в переломные моменты. Но при этом она не основана на определенном переломном моменте в моей жизни. Это просто набор образов, которые периодически ко мне приходили. А теперь послушаем песню «Выше домов» целиком. В этих городах мы могли бы стать Выходи, идем, дышать огнем, Все вокруг горит. Эти города могут нам отдать Все, что возьмем Выбери наряд Пробуй все подряд Мьется внутри Белым птенцом Сила твоя в нем Все готово Все готово Все готово Прыгай, не боясь Сила твоя в том Что они могут Что они могут за тебя сказать Не бывает Нету силы больше, чем твоя Не бывает Не бывает Нет, не бывает Вены провода Не дают нам спать Слишком давно Выходи, идем Светло Ко днем Все вокруг горит В этих городах Мы могли бы стать Выше домов Выбери наряд Робби все подряд Бьется внутри Белым цветком Сила твоя в нем Все готово Все готово Прыгай, не боясь Сила твоя в том Что они могут Что они могут за тебя сказать Не бывает Не бывает Нету силы больше, чем твоя Не бывает Нет Не бывает Нет Я тебя не знаю Тихо стою с краю Ты в похожей куртке Я-то дурак куртку снял Выбери меня Выбери меня Выбери меня Я тебя не знаю 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 Субтитры создавал DimaTorzok